добрый день сшил я вот такой вот чехольчик для камеры немножко не додел сейчас мелочь вот он цепляться может на ремень к сожалению забыл я сделать здесь хотел полукольцо и прошить чтобы можно было его допустим на что-то повешать либо какой-то ремешок дальше что еще что получилось вот это для этого вот неплохо он держит форму здесь вот такая вот это утепли утепление здесь как сказать ткань потом идет такой полистый утеплитель потом идет подкладка синтепоном с тоненьким от этого вот старого плаща я использовал вот получилось по как раз по камере по размерам вылазит хорошо плотно показать не могу потому что снимаю на камеру вот что еще рассказать вот сейчас я нажму паузу и буду показывать как я его шью и его долго довольно там получается ну сами видите сколько вот мысли не интересно можно не шить тут ничего особо гениального я не придумал во время шитья вот поэтому если как бы специалисту вам наверное ничего интересного не узнаете если не специалисту возможно вам будет что-то полезно так что кто кому до этого достаточно благодарю за внимание всего доброго удачи кому недостаточно то и лица милости просим смотрим дальше итак шьем чехольчик футлярчики для видеокамеры вот что я уже сделал я вот сшил сшил замок так вот сверху снизу здесь как замок сшивать я думаю очень просто все понятно вначале приложили прошили повернули прошили вот что еще сделать это будет передняя часть это будет вот задняя стенка на заднюю стенку подклеил кусок стропы широкой толстой она зачем нам нужно она будет создавать форму с одной стороны а с другой стороны она нужна чтобы закрепить вот эту вот штуку чтобы ткань тонкая чтобы не не вырвало вот пришил я для ремня как я пришел вначале вот видно прошил вот здесь завернул здесь подогнул и еще прошу здесь 5 сантиметров здесь потопа уже чтобы не выскочил за предел этой вот размер размеры ну померил пока мере по длине по ширине но сейчас я немножко боюсь что я сделал вот здесь маловато и вот тут тут принципе хватит а вот здесь потому что будет еще пришиваться подклад и соответственно но будет могут возникнуть туговато будет входить но надеюсь что получится нормально так хотел я вставить вот сюда вот такую штуковинку душно сюда но что-то я решил отказаться от этой идеи так что продолжаем шить здесь видите здесь замок еще как-то вот тут размахнулся здесь надо чуть-чуть будет получается немножко подальше отступить от края чтобы не было не получилось с дырочкой вот из-за этого я боюсь что эти пол сантиметра мне могут не хватить если с детствами не будет глазами. сивдимся. с этой стороны делим, чтобы... кончик ой Ай Так, и шьём. Угу. Угу. Оп. Почему так? Не уходить. Не люблю тонкую ткань. Вот. Повернули, выгнули. Мне нравится, вот здесь узенькая лапка идёт по середине, как бы середина этой узенькой части лапки по шву. То есть получается примерно такое расстояние необходимое нам. Угу. Ну вот. Угу. 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 Так, здесь край хороший здесь мы просто будем Будем притык сшивать. Обычно это много, не получается сделать правильно, 7 раз отмерю, 1 отрежу, то наоборот мало. Тонкая ткань как-то вот она, не люблю. Тонкая ткань как-то, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Тонкая ткань как-то вот так должен быть в ходе. Собака. Так как здесь будет прошиваться ниже, чем конец нитки, здесь можно концы не заправлять. Вот что у нас получается, такая коробочка, сейчас надо ее аккуратненько вот так вот прошить. Ну вот ее сейчас прошивать будет не очень удобно, потому что нам надо, чтобы не захватить внутрь. Я даже сейчас не уверен, смогу ли я ее прошить. А прошить необходимо. Ну а другого варианта у нас нет, все равно надо решить. Просто я сейчас боюсь вот это все и замнется как-то. Да нет, получится сейчас что-нибудь. Сделаем. К сожалению, что-то я с рукавной не разобрался, швейной машинкой. Вот так вот. Для таких вот случаев самое то. Алкавная швейная машинка. Так. Утягиваем ниточку. Заводим под лапку, чтобы она сюда не отлезла. Так. Следим, чтобы все было хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Угу. Угу. Совсем какая-то тонкая ткань у меня, из которой я шью. Это плащевая ткань. В кусочках у меня несколько осталось. Вот. Сумки для коврика юридического. И шили. Оп. И так что я не знаю, вам что-то видно или нет, интересно. Ну, кажется, неинтересно, вы вначале поглядели. Вы сейчас находитесь в интересном положении, зрители, товарищи. Вы знаете, что получилось, а я нет. То есть вы видели конечный результат. Вот. Вот. Вы можете не смотреть, как говорится, до конца. Мне надо ее дошить. Так. Сейчас ничего не будет видно, потому что я смотрю сбоку. Ничего не порвалось, нитка. Сейчас, извините, прячусь от вас. Поехали. 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 Номером нашей программы вот кусок чемодана. Я хочу сделать такой рыженький верх. Вот. И такой же рыженький низ. Что-нибудь еще сюда кнуть рыженькую. Это было бы тогда вообще симпатично. Так. Сейчас я буду мерить. Это, ну, занятие скучное. То есть, что у нас получился, какой реальный периметр. Потому что, ну, тут, видите, вот здесь больше ушло на шов, здесь меньше. Поэтому закладывались одни размеры, а в реальности, сколько сейчас, немножко другое. Вот. И поэтому буду делать. Вот. Форма будет не совсем квадратная. Надо будет ее сделать тоже вот закругленной. Так что сейчас пауза. Добрый день. Продолжаю так шить. Вырезал вот верх-низ. Они будут такие контрастные. И для поддержания здесь будет вот такая вот висюлечка. Вот. Ну, сюда бы как-нибудь... Лучше, конечно, не сюда висюлечка, а сюда какой-нибудь типа эмблемки. Ну, пока не придумал. Как я вот эти получил? Да, вот это я хочу рассказать. Я померил длину окружности. Померил, сколько на заднюю стенку надо. Сколько будет спереди. Соответственно, отложил заднюю стенку. И вот это вот расстояние... То есть у меня получилось 17 сантиметров вот здесь. Ну, я стал прикидывать. Мне... Я знаю, сколько мне надо вот здесь. Ну, чтобы камера влезла. Там, допустим, 6 надо было сантиметров. То есть, соответственно, вот эту вот прямую я провел. Прикинул, ну, что здесь будет неплохо. По три с половиной сантиметра смотреться по бокам. А здесь, допустим, пять. Вот. А осталось по три сантиметра вот здесь. Я взял линеечку. Вот у меня картонная линеечка рекламная есть. Не хочу её рекламировать. Ну, ладно, вот так вот покажу. Вот. Я её выгнул. И... Понравилась мне дуга. Я по ней провёл. Ну, и, соответственно, согнул. Провёл вторую. Вырезал из картона. Проверил. Поглядел, как она встаёт хорошо. Ну, и, соответственно, вырезал две. Так, эти почему-то больше. Почему? А, ну, всё правильно. Нет, не всё правильно. Ну, сейчас уточню. Ладно, я почему она у меня получилась намного больше. Должна была на пол сантиметра. Тут что-то она... Вот. Сейчас я подровняю. Пришью их. Здесь не делал я прикидку на шов. Почему? Потому что в данном случае загибаться будет вот сюда. Она немножко... Это будет держать вот форму. А это будет вот сюда загибаться. Поэтому шов здесь будет вот именно вот от этого расстояния отступаться. Всё. Сейчас я выключаю. Пришью их. Буду показывать, как делать. Буду подкладку, как изнутри. Так, продолжаю шить. Сейчас, наверное, дальше уже не буду показывать, как шью. Буду показывать какие-то промежуточные вещи и объяснить. Вот сейчас он примерно выглядит вот так вот. Вшил вниз. Вверх. Дальше что у нас? С середины ещё не вшито. Вот сейчас. Сшил вот такой вот из подклада от плаща. Внутро. Ну, сшито просто рукав. По длине измерен, сделан. Вот. Дно по той же... По тому же лекалу, что и вот это вот вырезано. Одинаковое. И вшито. Ну, вшивать мягкую проще чем-то, чем-то сложнее. Вот здесь сделан на подворот и сюда добавлен этот. Вот. Там вставлена такая беленькая... Сейчас вот такая вот штуковинка. Она, в принципе, не нужна, но я что-то решил сделать. Решил, значит сделаю. Вот она у меня сделана как? Она будет... Подклад будет выступать вот чуть-чуть выше вот этого. И он как бы будет вот этой вот кружочком как бы цепляться за замок изнутри. То есть, ну, будет плотный такой контакт. Кроме того, что еще сделано. Вырезано из вот такой вот утеплителя подкладочной. Как-то такой штуковинки. Ну, троси, да. Чтобы форму держало, чтобы защищало. Так тут вот проходит животное. Вот. Что еще? Ну, тут, кажется, прямоугольник. Ну, померили, вырезали. Никаких сложностей. Вырезана из более толстой такой же вот пеноматериала на дно по вот этому лекалу. Снизу... Потом как она? Снизу будет чуть толще, сверху будет тоньше. Потому что она висеть будет вот так вот. Ну, там снизу будет объектив. Поэтому мне так показалось. Вот. Склеена вот такая висюлечка. Надо ее прошить. Ну, чтобы поддержать такой коричневый сверху и снизу. Сюда бы неплохо что-то такое же. Вот. Сейчас вот этот вот я вытащу. Пришью. Его... Его надо мне чуть-чуть обрезать подлиннее немножко. Там миллиметра два. Его вот сюда завести вот под вот этот вот загиб. Потому что загиб здесь вот он будет... Ну, вот как бы замок отворачивается. Он будет прошит вот здесь вот по замку. Не по ткани, а вот именно по этой ленточке от замка. Не сильно близко, чтобы замок застегивался, расстегивался. А вот сюда вот возле ткани. То есть шов будет такой... Ну, видно только, как говорится, если взять в руки вблизи. Будет. Вот так как он отгибается, поэтому вот эту вот штучку надо белую завести под эту. Вот. Я ее заведу. И прошью вот так, скажем, по кругу. И немного... Несколько... Сзади в двух местах... Ну, где стык прихвачу к этой, чтобы она не разъезжалась. Не то, что он в стык вот такой. А если он... Ну, чтобы так вот он не происходил каких-то вот сдвигов. Прихвачу. Очень здесь пригодилась рукавная швейная машинка. Чтобы как раз поглубже можно было прошить. Вот. И вверх вставлять я утеплитель, наверное, не буду. Ну, не знаю. Еще до конца не решил. Ну, тут по такому же принципу только покороче. И здесь она будет выступать меньше. То есть она вот... Ну, практически вот будет чуть-чуть выступать над замком. То есть они так вот... Или, может, она будет даже чуть-чуть больше выступать так же. И они как бы внахлёст. Но так как верхней не будет вот этой жесткости. Нижней вот... Ну, вот эта вот... Такая вот трубочка. От какой-то сумки она у меня... Она жесткий край будет. А верхний он будет и мягкий край. И он будет... Ну, как бы сминаться. И, соответственно, будет плотный контакт. Не будет... Ну, что у нас зима холодная. Чтобы не разряжалась. Чтобы это все было надежно. Вот так вот. Ну, и сверху тоже подложены будут эти вот... Вот у меня остался где-то он. Кусочек вот я из него вырежу. Может быть сделаю в два слоя. Может... Вот такой может быть. Он будет. Вот. Так. Сейчас пауза. Дальше... Что сейчас? Я, значит, сшиваю вот это. Засовываю внутрь. Прошиваю. Единственное. Я еще пока не решил. Вот как заднюю стенку сделать. Вот здесь я прошел. То есть, либо она будет чуть-чуть там как-то вот виднеться. Как-то вот. Ну, опять же, как-то тут ее прошивать. И она получается... Вот смотрите. В чем проблема. В том, что вот это выше, чем замок. То есть, шов будет, если здесь его прошивать. Во-первых, некрасиво здесь шов. Во-вторых, он попадает ниже. Вот. Есть мысль прошить до сюда. И потом, допустим, уйти вверх. Ну и, соответственно, стой. А там прошить... Ну, то есть, сзади будет такая как бы дырочка. Вот. Ну, не знаю. Или можно... Сейчас, ладно, пауза. Как решу, расскажу. Так, заканчиваем шить. Чехол для камеры. Вот. Что у нас получается? Вот он так будет выглядеть. Ну, понятно, без белой наметанной ники. Что у нас получилось? Вот он расстегивается. Так. Ну, вот он получается вот такой. Сейчас, сейчас, сейчас. Что нам надо? Ага, иголочку нам надо. Вот. И тут последний шов я решил сделать, что будет удобней, вручную. Как я где-то недавно читал, что известный... Одежда от известных модельеров некоторых шьется вручную. А не на машинке. Вот. Ну, вот. Что-то круче. Вот. Тем более, здесь вот, как я вижу, вот получился здесь шовчик довольно такой, ну, незаметный. Поэтому, если он даже будет чуть-чуть кривовас, то это не сильно мне помешает. Так. Будем сейчас шить. Оп. На металл. Оп. Немножко с подкладкой промахнулся, но это вообще не страшно. Ни разу не страшно. Почему? Потому что оно... Там не особо видно, то есть она получилась чуть-чуть больше подклад, чем необходимо. Так. Сейчас. Вот поэтому здесь получается вот такая вот тема. И почему еще я хочу шить вручную, потому что мне все равно, вот видите, я прошить по замку могу, а вот здесь вот сзади я прошить не могу. А я сейчас сошлю вместе, аккуратненько, не прошивая вот здесь. Поэтому мне... Такая вот тема. Так. Что-то мне эта нитка расторожает, которую я наметывал. Вот. Вот. Я обычно наметываю, ну, смотря что, если я, так сказать, бывает шов, который не видно будет, и тогда я его наметываю, ну, того же цвета ниткой и ее оставляю вообще. Считаю, ну, как дополнительное усиление. Вот. Что еще вам рассказать? Ну, длина... Какую братья длины нитку? Нас в школе учили, я помню, в начальной. Длина нитки, это должен быть размах руки, то есть от плеча до кисти. Ну, то есть, соответственно, чтобы вы могли вытягивать ее за раз. Потому что я иногда сам этим грешу, бывает, ну, неохота, как сказать, с... Ну, вот, две нитки, как сказать, ну, вот, что где-то будет стык, если что-то длинное надо было сшить вручную, то подлиннее взять. Ну, а в чем хитрость, что вот у меня сейчас она вот здесь сложена в два раза. Поэтому мы, получается, как бы два размаха руки, на самом деле, можно взять. Ну, или берем такую, какую нам надо по длине. Так вот, и сидим, шьем, то есть все можно шить вручную. Если научиться шить вручную, вообще красиво, это вообще круто. Так, я что, неправильно прошил, не как я хотел. Ой, да, немножко не топал, сделал, что я хотел. Вот, шить я хочу каким швом? То есть я вот таким хочу шить швом, сейчас покажу. То есть вот у меня нитка вышла вот здесь, а втыкаю я чуть-чуть за ней и выхожу чуть-чуть вперед. Ну, вот. И, то есть сразу как бы вот, ну, то есть можно шить туда, потом оттуда втыкать сюда. А можно вот так вот. Ну, кто досюда досмотрел, тому интересно, значит он чего-то не знает. То есть вот я сразу ших, выхожу. Таким способом можно шить вот каких-то там, ну, где нет доступа внутрь. Что-то как-то не сильно аккуратно получается, ну, ну, да ладно. В принципе она здесь по цвету хорошо подходит. Опа! Вот я и сказал два слоя сделать нитку. Но надо не забыть, когда она дойдем. Все, иногда подтягивать. Вот эту. Так, нет, не эту. Сейчас она начнет мне шить в две нитки. А мне в две нитки здесь, в принципе, не особо-то и надо. Ладно, будем в две шить нитки. В принципе, я взял с запасом, должно хватить. Будет прочнее. Раз, в две нитки. Вот, давайте я сейчас нажму паузу, наверное. Ещё раз. Раз вы поняли, как я шью. Тут ничего интересного нет. Будем. С другой стороны. Можно и не нажимать, это тоже считай. Половину уже прошил. Ну, блин, чё ж я... Ну, ладно, в две сделал. В две так, в две. Чё теперь? Так. Здесь всё не хватит, потому что я вот, ну, не таким вперёд, а как бы с возвратами шью. И поэтому мне... Может, не хватить. Ниточки. Ну, как говорится, у меня вон клубочек ещё лежит. Так что мне хватит. Вот, когда две нитки, следите, чтобы они обе затягивались. Обе затягивались. Что-то я так выводил. Плоховато. Потому что сейчас там получилось. Одна натянулась, а вторая ещё нет. Вот, давно чё-то не шил я ничего вручную. Начинаю терять навык. Поэтому иногда надо сохранить. Чё-нибудь делать вручную, чтобы сохранить навык. Вот она перекручивается иногда. Чё-то бывает опять. Угу. Как-то типа узелка появился. Чё-то вот так. Сейчас затягиваю. Ну, получилось, на мой взгляд, неплохо. Камера влазит. Влазит плотно. То есть не болтается, как я и хотел, чтобы она в то же время не как-то так, чтобы, знаете, в натяг. Да, всё аккуратненько. Вот. Ну, по теплоте получится, ну, считайте, подкладочка снизу. Потом идёт вот этот вот пористый утеплитель. Ну, потом, что ткань. Ткань такая, довольно она с пропиточкой. То есть воздух она не так легко пропускает. Соответственно, будет неплохая прокладка. Соответственно, будет неплохая прокладка. Ткань на одинаковом расстоянии. Ну, то есть стишки одинаковой длины и по прямой идёт чётко. Ну, вообще получается отлично. Ткань. Вот. Пойдёт вот эти флешки с компроматом. Я хочу всё-таки зашить, потому что там немножко нитки торчат. Они как бы, вернее, не торчат. Ну, могут торчать оттуда. А, и вот шов с этим вот возвратом назад, он ещё хорош тем, что он как-то затягивается лучше. То есть, вот. Так просто его, ну, не потянешь за ниточку и не вывернешь её. Вот потихонечку уже я. Где-то я подозреваю, до сюда уже никто не досмотрит. Так что пишите эти. Привет, кто досмотрел. Вот. Что-то, ну, как сказать, оно не долго. Шилось-то дольше. В чём, как сказать, шилось одно время, а сколько потрачено-то другое совсем. Потому что, бывает, сидишь, ну, я, во всяком случае, бывает, сижу просто и Держу какие-то заготовки, смотрю, что-то чёртчу. Или на бумажке рисую. Ну, когда придумываю, как оно будет. Каждый раз же делается. То есть, шью я не так уж много. Каждый раз приходится изобретать. Для кого-то это велосипед, а для кого-то это... Ого-го! Какой ещё прорыв. Что, оказывается, можно там вот это вот так вот сделать. И оно будет работать. Вот. Вверх, сверху и снизу утеплитель я подклеил немножко, чтобы он не болтался. Вот. Вот. Что ещё я вам сказать хочу? Что из кроне металов. Вот, haga. Я тверно так однуѐточку. Они запекнула. Ех-хэ-хэ. Их-хэ-хэм. Так. Вот так. Так что при желании и при необходимости можно все сшить вручную. Ну шов получился не идеальным, но ладно. А вот его там не сильно видно, на мой взгляд. Хоть я и сделал наде мне носить сумочку, но я думаю, чаще буду носить в рюкзаке, а внутри где-то, чем снаружи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Угу, 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 угу. Вот, сейчас как раз вот дошью, мне надо будет ехать, камеру с собой взять. Возьму уже не в мешке, в тепленьком мешке, вот, как он называется, вот, смесителя. Вот, в своем уже родном чехле. Вот, и показывать, экспериментировать, как я делал с предыдущим, я не буду. То есть, не в предыдущем, для фотоаппарата я показывал, что надежно, что можно уронить, и все будет цело. В данном случае я проверять так не хочу. Так, теперь надо нам что сделать? Надо подбираться к краю. Поближе. Как раз получается. Сейчас, в одно разе должно хватить ниточки. Внутри так же прошиваю. Вот, прихватил. Да, прихватил, отлично, все. То есть, здесь я практически, вот, почти протыкаю, то, ну, вот. Так, чуть-чуть прихватить, там, вообще-то, нагрузки нет. Ну, все же у нас любят критиковать, кто-нибудь, фу, я там, это, я так с таким бы не пошел. Я бы такое не одел. Ну, потом, ой, денег нету. Да, откуда денег? Да, вот, две тысячи отдал, там, купил чехольчик для камеры. Который порвется быстрее, чем мой. Вот, для таких вот вездесущих пальцев этих, лучше, вот, зашить, чтобы туда не было доступа. Так, есть, есть, и контакт. Извиняюсь. Ну, в каких-то случаях, вот, какой иголкой шить, я вот сейчас еще такой, если вопрос, дотронуть, я не знаю. Большую, маленькую, вот здесь, большую, удобнее, вот, вытягивать, маленькую, удобнее, когда, ну, что-то, где-то, смотри, подлезть. Что-то бывает, места размаха нету. Так, вот, что у нас тут. Сочувствуется. Что меня здесь беспокоит немножко, это вот, что ни сверху, вот эти, я-то подклеил, они как-то, вот, не пришиты. Вот здесь вот этот, он пришит к подкладке, здесь вот утеплитель сверху тоже пришит к подкладу. А вот, сверху, снизу только на клею. Я надеюсь, что там нагрузки, так сказать, за счет того, что там вот это, дерматин большой, толстый. Так, ну, и периодически смотрим назад, потому что можно прошить сгорячая это, то, что не надо прошивать. Так, еще пару стишочков. Полезно этим пользоваться. Маленьким плоскогубчиками, или вот с загнутыми, у меня есть. Что они, да, это что за нитки. Вот видите, какие-то, ай, ай. Нитки какие-то и торчат. Чтобы было симпатичнее, надо их все затянуть внутрь. А, это мой вот как раз, наверное, и есть крайний узелок. Надо было его ниже чуть-чуть сделать. Так, ну, собственно, все. Теперь ничего мы можем хорошим не сделать, но плохого тоже. Сюда еще разок наружу, и сейчас тянем внутрь. Как мы, что мы сделаем с ниточкой? Ниточкой мы сделаем следующую. Мы ее сейчас разрежем. Но не вот здесь, а вот как бы здесь чуть-чуть сбойте с бачка. Нет. Не будем делать. Сейчас. Сейчас. Сейчас мы по-другому сделаем. Сейчас мы ее сделаем стежок. Как бы внутрь и наружу, но, что-то у нас сейчас произойдет. Да, вот мы внутрь. Но внутрь как бы вот сюда, только через подкладку. Оп. А теперь мы ее отрежем. Хоп. Все. Вот, нитка торчит, но мы ее можем чуть-чуть подтянуть. Я поспешу ее щеперить. Вот сейчас мы вот тут. Оп. И она у нас, видите, спряталась. Не увидели вы ее. Все. Вот. Так, ладно, это я потом отстегну. Ну, вот, допустим, положим. Так, это что за нитка? А, это вот. Все от клубка. Вот. К сожалению, я вот не сделал. Вот здесь надо было такие цеплялки, за которые взялся и их застегнул. Вот. И сюда вот я хотел полукольцо и что-то забыл. То есть его надо было вот так и здесь прошить. Но не сделал. Все. Спасибо. Благодарю за внимание всем, кто досмотрел. Спасибо. 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 Спасибо.